привет наконец-то этот декабрь стал похож на зиму это меня исключительно радует сегодня будет обзор двух интересных луков вот они два китайских брата-близнеца от компании санлида и джонсинг вы знаете делать этот обзор неимоверно было сложно сейчас я вам объясню в чем вещь вот представьте вещь банально обыкновенно вот представьте руку обычную шариковую ручку big crystal что может быть более банальным big он big везде в африке в европе в америке в россии в украине это big crystal все это везде форт фокус и в америке форт фокуса в германии форт фокус и это что может быть банальнее чем разборная классика с деревянной рукояткой по большому счету у нас эти луки стали популярны благодаря потрясающему луку самик polaris чем же он такой собственно потрясающий массовый в куче разных размеров совсем необходимым обвесом и недорогой самика polaris начинали очень многие серьезные стрелки будущего мастера спорта профессиональные спортсмены и так далее ну компания самик уже в общем-то давно стала одним названием polaris давно делаются в китае есть куча клонов при том клоны похоже действительно как две капли воды это выпускается sebastian flu делает их картель делает собственно джан синг делает джан дао есть но неймовые модели ну это самая банальная вещь я один раз делал обзор на луки для начинающих и могу сказать что оптима картель мои все стреляют одинаково ну нет у них разницы но единственно немножечко выделялся тогда кап пилот благодаря своим пластиковым плечам но собственно плечи это единственно что в нем есть мало мальский интерес и тут попадают два этих лука вот такое вот длинное вступление что про них можно сказать характеристики можете посмотреть длин немеряно диапазон усилий широкий мощных плечей нет но они для этого и не нужны это лук для начинающих для обучения для развлекательной стрельбы всего хватает с избытком кстати именно благодаря приличным приличному диапазону длин можно подобрать лук который подойдет кому угодно и для чего угодно ну хорошо а теперь давайте про каждый лук в отдельности и так сан лидом зондао д-1 не знаю почему называли д-1 но очень удобно отличать от модели c-1 потому что д-1 это дерево ацета камуфляр очень удобно предыдущие модели видел делал на них обзор чем же отличаются ну все та же самая наборная рукоять из гнута клеенных элементов очень добавились какие-то цветные элементы добавилась какая-то черная вставка это очень похоже даже не на дерево какой-то пластик вот это вот дерево на внутренней стороне там где собственно сам упор я знаю очень очень хорошо это дерево с охотничьей модели которые известны как шелест тоже заходите в описание посмотрите обзор и у меня есть подозрение что вот эта рукоять стала прочнее чем выпускалась когда-то потому что предыдущие ручки как раз довольно таки активно ломались однако почему пресса это происходило допустим купил человек большой лук точнее купил плечи допустим 38 фунтов кому до 38 они бывают мощнее неделю даже 40 не а потом взял самую маленькую рукоятку а человек оказался еще не маленьким и в итоге на большом вытяге после длительного срока эксплуатации рукоятка говорила крем надеюсь это будет прочнее выглядит очень недурно будущим владельцам настоятельно рекомендую у вас прямые руки отшлифуйте полируйте скройте красивым лаком заиграет вообще в новых цветах будет очень красивая суверия тут вопросов нет ну да и тут все стандартно резьбовые крепления под плечи дырка под стабилизатор дырка под плунжер две дырки под прицеп кликер если очень хочется клеим на скотч так сами плечи как лук тянется собственно здесь ничего не изменилось дзандао он в африке санлида что-то вот посмотрите в общем сами здесь у нас плечи на этом лук это 68 дюймового по моему здесь должны быть 26 пунктов так вот посмотрите вот у нас вытяг 28 дюймов вот вот точнее 28 мне не совсем иногда нравится вот этот вот момент дандал но здесь в принципе это сделано неплохо нормально очень важный момент на вот этих вот новых луках стали появляться пластиковые карманы я очень напрягся когда это увидел очень мне не нравятся эти штуки потому что накат пилот мне попалась плечи в этих карманах болтались это надо было исправлять очень стремилась эта конструкция к винту хотя плечи как раз были ничего ну вообще никаких проблем вот перед микрофоном пытаюсь видите никакого люфта никакой попытки на люфт как и предыдущие луки благодаря вот этим широким лыжам проблем нет никаких тянется но нормально тянется на 26 фунтах в принципе я проблем не замечая но вот этом вот вы тяге все очень хорошо пытается что-то вот здесь увеличиваться нагрузка нормально нормальный обычный лучок профессионально какой-нибудь спортсмен в которого ходит или вин-вин скажут что лук дубоват ладно нормально годно хорошо первая часть марлезонского балета закончен вторая часть марлезонского балета вот у нас донсинг это вообще тот самый самик те самые себастиан флу оптима и так далее потому что даже склейка очень очень похоже хотя видел на алиэкспресс там есть ручка вообще на вид цельной деревянной еще что-то то есть та же самая классика все те же самые крепления под плунжер прицел стабилизатор карманы тоже пластиковые карманы тоже никакого намека на люфт я плечи в эти карманы еле запихнул нет они запихиваются надо приложить усилия но сидят мертвых ну вроде неплохо и хотя напрягает плечи джансинг это что-то как это все тянется вы не поверите это тянется породисто очередной раз эта фирма меня удивила даже на копеечной по сути фигне значит на данный момент на данный момент вот перепробовав разные луки я могу утверждать что джансинговские плечи лучше аналогичных плечей от sun leader просто это чувствуется просто взяв рук лук в руки и натянув его при том есть маленький прикол сейчас он кое-что интересное покажу вот у нас два лука в руках два брата акробата близнецы и обратите внимание на законцовки плечей дать поближе подойду чтобы было видно получше видите вот это здесь лыжи пошире а здесь кончики по уже одновременно я точно могу сказать то самые законцовки на джансинге легче чем на sun leader чем это все нам грозит ну на первый взгляд ничем ну да джансинг тянется получше стрелять соответственно тоже должен чуточку получше тут плечи пошире больше мяса может даже понадежнее будут ну и так далее на мы потом еще рассмотрим очень скоро по ручкам я вот так вот смотрю внешне по форме они одинаковы здесь единственная красивый на резьбе желтый металл но здесь тоже все резьбы металлические все запрессовано в дерево пластика нет все будет завинчиваться хорошо я не скажу что мне больше нравится это вы сами думаете посмотрите на фотографиях это как это все смотрится они одинаковые но как одинаково по форме они одинаково так они немножечко раз вот что кому больше понравится то и выбирайте функционально я считаю неравна ну ладно хватит трёпу давайте постреляем вот наш донсинг мне знакомы эти ощущения донда лучше буду с анлидой называть мне почему-то ярославу больше на рынке сейчас объясню тяжелая 30 граммовая стрелах напоминаю лук я забыл тоже стрела 30 граммов итак кое-что сейчас объясню да луки очень похожи вопросов нет а теперь посмотрите на такой маленький прикол а теперь возьмем вот этот здесь вибрации вообще прям по ощущения реально поменьше здесь побольше вот весь сказ на тяжелых плечах это чувствуется меньше то есть нужны очень легкие стрелы чтобы вообще в это въехать не первый раз донсинг меня удивил да даже на самом дешевом луки плечи очень неплохие мне сразу вспомнился лук от фирмы раджин это модель matrix я делал на него обзор там даже дважды он попадал мне в руки и всегда оставлял достаточно неплохие впечатления так вот по ощущениям от стрельбы вот этот лук ближе к раджин а вот этот ближе к сами к polaris ну по сути это его копия во всем разве что рукоять покрасивший вот этот ближе к итальянцу плечи легче лук чуть резче очень хорошо мягонько тянется все отлично все классно все великолепно но вот у этой штуки есть громадное преимущество перед итальянским matrix он не пытается вертолетить нет это говорю на полном серьезе то есть попытки то что я делаю это вообще не очень хорошо но я пытался по всякому этот лук нет самом дешевом логике этого нет короче говоря если выставлять баллы ну ладно короче говоря метод лук больше нравится него приятнее приятнее стрелять он живее в руках при выстреле по барабану чем стреляет легкими тяжелыми все он делает это неплохо он достаточно жесткий он все нормально сделано все хорошо какой-то там особой красоты эстетики от луков за такие деньги ждать не стоит ну хотя дерево здесь достаточно приятно джандао в принципе в грязь лицо он здесь вовсе не ударил если вы подумаете что этот лук прямо намного хуже это не совсем так во первых рукоятка выглядит все-таки покрасивше побогаче это факт плечи ну там белые черные там уж сами думаете какие заказы кому больше что нравится да он чуть чуть пожестче да он чуть чуть сильнее баркается но опять таки если вы будете стрелять мало-мальски тяжелыми стрелами если вы поставите стабилизатор эта разница будет практически незаметно это все очень хорошие луки для своего назначения а теперь насчет банальности очень часто меня спрашивают какой лук купить первым и показываю кучу всяких моделей значит так если вы не знаете какой лук вам стоит купить выбирайте классе разборную классику дешевую с деревянной ручкой с отъемными плечами он хватит вот так подберите только эту классику по скажем так олимпийским прикидкам вот как на табличке ну банально если рост у вас средний то есть если у вас есть хотя бы метр семьдесят меньше 66 дюймов лук выбирать не надо если у вас лук если у вас рост уже метр восемьдесят бритья 68 70 дюймов все будет хорошо этот лук прослужит долго он не будет сразу ломаться он не будет дубить при выкидке короткие луки на 64 62 дюйма это оставьте все-таки лучше детям и маленьким стрелкам плюс у луков на 64 62 и меньше дюймов у них даже сама рукоять поменьше взрослому крупному человеку будет она не совсем удобно она теряется буквально в руки собственно все и я думаю что я этот ролик назову с чего начинается арчей потому что по большому счету для многих стрельба из лука как развлекательно так и профессионально начиналось все таки вот именно с этого и эти луки для этого создана поэтому если не знаете что вам нужно что вообще хотите стрельбу из лука начните с этого а дальше уже выберите что он больше по душе большое спасибо за внимание надеюсь эта информация была вам полезна до новых встреч пока и кстати не забудьте посмотреть следующий обзор и и Субтитры подогнал «Симон»